Всем привет! Сегодня я расскажу вам о растениях гвоздика перистая махровая. Гвоздика перистая предпочитает солнечные участки с легкой рыхлой почвой, в ней кислая, богатая питательными веществами. Она неприхотлива, засухоустойчива и зимостойка. Световоды очень любят перистую гвоздику за ее неприхотливость, нетребовательность в уходе и крепкий иммунитет. Этот цветок выглядит просто великолепно, как в клумбе, так и в букете. Кроме того, он не требует пересадки и много лет радует своей броской красотой. Пышность цветения, прекрасный аромат, огромный выбор сортов – все это делает гвоздику такой востребованной. Родины считают Восточную Европу, Центральную и Южную Россию. Европейские страны гвоздику перистую завезли еще в далеком XI веке. Благодаря огромным успехам селекционеров мы можем видеть большое разнообразие сортов этого чудного растения. Гвоздикой перистой махровой можно украсить все, что угодно – клумбу, робатку, альпинарий. Многолетняя гвоздика перистая создает махровый ковер, который прекрасно дополняет или заменяет газон на солнечных участках. Композиции с хвойными кустарниками и розами эти цветы создают теплую, уютную атмосферу в саду. Кроме сказочной красоты, гвоздика имеет практическое предназначение. Ее крепкие корни отлично укрепляют почву. Кусты перистой гвоздики сажают на откусах, рыхлых склонах или по краям клумб со свежей землей. Яркие ароматные цветы гвоздика перистой позволяют создать в саду невероятно красивые и эффективные композиции, которые будут украшать ваш сад на протяжении многих лет. На этом краткое описание о гвоздике перистой махровой я заканчиваю. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok